Время Второй мировой войны на территории Германии и ее стран-союзниц и на оккупированных ими землях находилось 14 тысяч концлагерей. Узников сжигали в печах крематория, травили в газовых камерах, морили голодом, проводили над ними медицинские эксперименты и при этом заставляли трудиться до полного изнеможения. 11 апреля 1945 года на территории Бухенвальда, самого крупного концлагеря, вспыхнуло вооруженное восстание узников. Нацисты не успели замести следы своих преступлений и показания узников дошли до Международного Нюрнбергского трибунала. Фашисты понесли наказание. С тех пор 11 апреля отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. В Лобинском районе проживают 17 узников, которые, будучи маленькими детьми, чудом остались живы. Куда-то гнали, били, у кого лошади были, запрягали. Нас по повозкам, нас мама салазки подогнала саней. Ну салазки большие. Нас пять человек посажало, тряпками нас одеялами укутала, веревками завязала. А по снегу и повезла. Повезла, куда-то везла, везла. А немцы ее бьют. А отец кричит, бросай их. А люди шли, кидали детей прям на поле. А отец говорит, станови свои сани, давай убегать. Она говорит, пусть меня убьют, но я детей не брошу. И вот она нас волокла. Ночью где-то, я не знаю, где мы там и ночевали. И потом привезли какой-то, я не знаю куда. Какой-то овраг там немцы и людей заставляли работать. А кто убегая работать не хочет, их стреляли прямо. В июле, по-моему, 42-го года, как Воронеж был полностью разбит, разрушен. Особенно правобережная эта сторона. И нас на станцию Курбатов, как вот тут, Курганная, тоже от Воронежа километров 30, там был пересылочный пункт. Навес, не знаю сколько, метров 60, соломы насладые, вот там где собирали. А потом грузили в вагон и отправляли. Когда уже в 43-м году отступали фашисты, начали все молодое население увозить с собой в Германию. Так вот мы, двое нас, маленьких детей, отец и мать. Ну там родственников много было, всех угнали в Германию. Потом там же разделяли, работали на полях, на фабриках. Все наши русские вот это вот. И папа попал работать какого-то баура. Концлагерь был Дахау, Мюнхен. А мама, как мы маленькие дети, работала в этом лагере уборщицей. Через фашистские концлагеря прошли 18 миллионов человек. 11 миллионов были уничтожены. Среди погибших 5 миллионов граждан Советского Союза. Каждый пятый узник был ребенком. Сегодня наше поколение живет под мирным небом и ярким солнцем. Пьет чистую воду, ест ароматный хлеб, наслаждается природой. А в лагерях смерти об этом могли только мечтать. Честь и слава героическому поколению, выдержавшему все муки и страдания, нашедшему в себе силы жить, создавать семьи и передавать из поколения в поколение настоящую историю, свидетелями которой им довелось стать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok